Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Хил, это канал Честный Блог. Ну скажите, скажите, что вы этого не ждали. Крутые, дорогие, мощные, выделяющиеся среди всех остальных самсунговских часов новый Galaxy Watch Ultra уже 5 дней вместе со мной. И я вам хочу рассказать про эту великолепную новинку, которая пришла к нам из далекой Кореи. И я вам хочу рассказать про эти уникальные часы. Уникальные, потому что на самом деле в премиум сегменте у Android-производителей буквально совсем немного часов. И, конечно же, большое количество людей хотели получить именно от Самсунга. Также они, конечно же, смотрели на ультра-часы от компании Apple и думали, ну когда же Самсунг что-то такое придумает? И вот Самсунг выпустила. Безусловно, есть какая-то связь между Apple Watch Ultra и самсунговскими Ultra, но при этом именно Самсунг придумала слово Ultra, а компания Apple его позаимствовала. Так что все друг у друга что-то заимствуют. В любом случае, я вам сегодня расскажу, что они из себя представляют, как они работают, потому что Самсунг заявила и новые датчики, Самсунг заявила и увеличенный аккумулятор, и прочие разные фишечки. И, конечно же, я вам скажу, где эти часы можно приобрести подешевле. Будет интересно, меня зовут Филд, канал Честный Блог. Погнали! Первое, с чего хочется начать, это, конечно же, чем же эти часы крутые. Итак, погружаться можно на глубину до 100 метров, выдерживает давление 10 атмосфер. Увеличенный аккумулятор, 590 мАч, Самсунг обещали нам 100 часов в режиме энергосбережения. Я вам расскажу, как они работают с Олосон дисплеем, без Олосон дисплея, я уже все это дело протестировал. Большой экран, полтора дюйма, разрешение 480 на 480 и 3000 нит. Эти часы очень яркие, и они очень плавные. Анимация отрабатывается просто красавчики. Красавчики. Памяти внутри 32 гигабайта, соответственно, вы сюда можете еще накинуть музыку. Здесь установлен новый процессор от компании Самсунг, Exynos W1000. И говорят, что он работает быстрее, чем предыдущие, но я, в принципе, могу сказать, что часы самсунговские и так всегда хорошо работали. Кстати, этот процессор построен по новой 3-х нанометровой технологии. NFC есть, но расплачиваться не получится. Bluetooth версии 5.3. Есть E-SIM, двухдиапазонный GPS, большое количество датчиков снизу. При помощи этих часов даже температуру можно измерять, если установить правильное приложение. Но операционная система VROS позволяет вам использовать большое количество циферблатов, которые вы можете найти в Google Play, как платные, так и бесплатные. А самое главное, это титановый корпус, раз, и сапфировое стекло, два. Причем сапфировое стекло, оно утоплено немного, и, соответственно, если вы будете тереться часами какую-то твердую поверхность, экран все равно останется нетронутым. А еще эти часики умеют вот так, послушайте. Круто. Что касается измерений, здесь тоже прямо полноценный набор. Во-первых, они умеют измерять апноэ во время сна, если вы не знаете, то это проблемы с дыханием. И это функция, например, которая недоступна на ультрах от Apple. Количество шагов, атмосферное давление, ЭКГ, уровень кислорода в крови, сон, тревожность, пульс, сердечный ритм, артериальное давление. Вот эти часы прямо настоящий медицинский прибор. При этом компания Samsung, конечно же, всегда делает сносочку, что это все-таки не медицинский прибор, на него нельзя прямо сильно рассчитывать. А еще здесь есть поддержка жестов. Я могу сделать вот так вот, постучать, и у меня включается фонарик. И таких жестов несколько. Тут, конечно же, видно, что компания Samsung подглядела, что сделала компания Apple, и жесты-то себе организовала. Ну, в целом, неплохо. И если вам звонят, как и у компании Apple, можно сделать вот так вот, и у вас произойдет ответ на звонок. А если вы не хотите с кем-то разговаривать, то делайте вот так вот, и происходит сброс. Если не обращать внимание на то, что эта функция немножко заимствована, то в целом хорошо. Ну, а если мы с вами говорим про дизайн, то, конечно же, на самом деле, Galaxy Watch Ultra практически ничем не похожа на Apple Watch Ultra. Потому что Apple Watch Ultra, они другие. Они прямоугольные, они такие пухлые, надутые, совершенно другие часы. Galaxy Watch больше похожи на часы, которые, в принципе, выпускает компания Samsung. Они круглые. Но при этом зачем-то решили разместить их еще в квадратный титановый корпус. Плохо это или хорошо? Ну, конечно же, о дизайне можно очень долго спорить. Кто-то будет говорить, что прикольно, не прикольно. Я не могу сказать, что это выглядит как-то уникально и идеально. Но в целом, беря эти часы в руки, ты понимаешь, что это серьезное устройство. Они еще и весят 60,5 граммов. У них еще толщина самого корпуса 12 миллиметров. Но вместе с датчиком внизу это целые 16 миллиметров. Они прямо очень сильно выступают над рукой. И они шире, чем Apple Watch Ultra. И, соответственно, если бы хотели иметь именно котлы, то вот они к котлам гораздо имеют большее отношение. Вообще, если нужно сделать сравнение этих двух часов по автономности, потому что они имеют, потому как они измеряют кислород, пульс и все остальное, если нужно сделать такое видео, если оно вам интересно, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Кстати, часы поставляются вот в такой коробке. Она немножко изменилась по сравнению с тем, что было раньше. А внутри отдельно лежат часы, а также вот этот ремешок. Он называется морской ремешок. Выполнил из фтора ластомера. Прикольный, у меня к нему вопросов нету. Он и гипоаллергенный, он и снимается очень легко, просто нажимая клавишу сзади на часах. Оп, и все. Также легко все это дело внутрь и обратно засовывается. Причем, если вы хотите поменять этот ремешок на какой-то другой, вы смело можете найти на просторах интернета и другие ремешки. Кстати, я же хотел вам сказать, где эти часы можно приобрести, причем дешевле, чем в крупных сетевых магазинах России. В крупных сетевых магазинах России эти часы стоят в районе 60 тысяч рублей. А у моих друзей компании Технопэйри эти часы прямо сейчас продаются меньше 55 тысяч рублей. Понятное дело, что может что-то поменяться, и из-за курса цена может куда-то двинуться, но вот прямо сейчас цена именно такая. Мало того, в Технопэйри Z Fold 6 стоит не 180 тысяч рублей, как во всех крупных сетях России, а он стоит 140 тысяч рублей. 40 тысяч разница, представляете? Версия на 256. А еще у них есть наушники Galaxy Buds. Так что, друзья, если вы хотите приобрести новые Samsung, а может быть iPhone по хорошим ценам, обращайтесь к моим друзьям Технопэйри. Внизу оставляю ссылочку, переходите, изучайте. И, конечно же, на все товары, которые продают ребята, есть гарантия. А если вы не купите вьетнамский Z Fold 6, там будет гарантия Samsung Care Plus, и если вы разобьете экран, вам его починят бесплатно. Что касается экрана, вопросов нету вообще никаких. Во-первых, он очень яркий, 3000 нит. Соответственно, под прямыми солнечными лучами все отлично. Во-вторых, циферблаты, которые здесь есть, а также которые вы можете скачать, они очень красивые. Здесь прямо очень проработанные циферблаты, именно родные. Мало того, вы можете их еще очень сильно настраивать. То есть, если вы зажимаете палец на циферблате, внизу появляется слово «настройка». И дальше вы можете настроить все компоненты циферблата. Это и поменять цвет указателей. И изменить стиль самого циферблата, поменяв его цветовое решение. В принципе, можно изменить цвет циферблата. Можно изменить цвет стрелок. Изменить ночной режим. Вот этот красный вариант. Это как раз-таки ночной режим. Также поменять цвет дополнительных элементов. В общем, вы можете полностью настроить циферблат, и это очень круто. Также у всех фирменных циферблатов, а также у части нефирменных циферблатов, есть именно свой Always-On-Display. То есть, у вас дизайн Always-On-Display будет соответствовать тому, что у вас было на часа. Кстати, возможно, вы не знали, это будет актуально для более холодного времени года, потому что, если вы просто наденете перчатки, например, и попытаетесь управлять часами, то у вас ничего не получится, часы не будут откликаться. Но ведь можно включить повышенную чувствительность часов. И тогда вы можете управлять часами, в том числе и в перчатках. Опускаете шторку вниз, здесь делаете движение вправо, нажимаете плюсик и перемещаетесь. Находите вот эту картиночку, где нарисован пальчик, и вокруг него кружочки. Это повышенная чувствительность часов. Выбираете, ставите, и теперь можно управлять перчатками. Круто! Еще хочу отметить то, что экран очень чувствительный к нажатиям. Я имею в виду, что он максимально быстро откликается на то, что вы делаете. Поэтому перемещаетесь, если вы по менюшкам, или запускаете какие-то приложения. Во-первых, все происходит очень красиво. Анимация отрабатывается плавно. Вопросов нету никаких вообще. И весь дизайн VROS мне лично очень заходит. Вот как все сделано в этих часах. Все анимации, переходы. Это прикольно. Кстати, опять же, если вы не знали, то ведь здесь можно зайти в режим разработчика. И в этом режиме разработчика можно, знаете, что сделать? А просто можно выключить вообще анимацию. И если вы выключите анимацию, то переходы между разными приложениями будут происходить максимально быстро. Для того, чтобы зайти в режим разработчика, вы нажимаете шестеренку. Заходите в O Galaxy Watch. Нажимаете сведения ОПО. И после того, как вы нажали версия ОПО 5 раз, у вас открывается меню разработчика. И чтобы вы могли оказаться в этом меню, просто заходите в основное меню настроек. И внизу под O Galaxy Watch появилось меню параметра разработчика. И здесь есть интересные функции. Например, вы можете отключить режим сна при зарядке. Вы можете изменить анимацию окон, переходов и все это дело ускорить. Сейчас стоит цифра K1, а вы можете все это дело уменьшить. Например, на 0.5 или вообще без анимации. А можете наоборот сделать анимацию более долгой, чтобы у вас более плавно все перемещалось. Здесь есть еще более глубокие функции для разработчиков. Большинству людей они не понадобятся. Да, кстати, вы же помните, что раньше у часов Samsung была фирменная вещь. Это крутящийся безель. Теперь его здесь нету, но при этом компания Samsung сделала чувствительной вот эту верхнюю часть корпуса. То есть, если вы будете двигать пальцем по этому кольцу, у вас будет перемещение между виджетами. У вас, не знаю, будет, например, изменение громкости, мультимедиа и так далее. То есть, это теперь работает не от кручения, а просто от касания. И еще одно не очень хорошее нововведение, это то, что вы теперь часы не можете заряжать беспроводным способом от телефона. Раньше было можно, теперь нельзя. При том, что они продолжают заряжаться беспроводным способом, потому что у нас в комплекте идет вот такая шайба на 10 Вт. Кстати, что касается скорости заряда, часы полностью заряжаются примерно за час 40, час 50. В целом, достаточно долго, я бы сказал так. Но сейчас не об этом, сейчас о том, как же можно все-таки заряжать часы при помощи этой шайбы и при помощи вашего смартфона. Ну, здесь на самом деле все просто. Вы подключаете USB кабель к выходу, теперь приложили часики и у вас пошел заряд. То есть, так или иначе, вы от вашего смартфона заряжать часы сможете. И если, например, вы в этот момент ваш смартфон положите на другую беспроводную зарядку, то у вас будет и смартфон заряжаться, и часы заряжаться. Понятное дело, что это костыли, но так или иначе, работающая схема, и вам не надо брать еще одно, например, зарядное устройство. А помните, я в самом начале показывал, как часы тикают? Эта функция тоже включается. Заходите в настройки, здесь есть звуки и вибрация, опускаетесь ниже, системные звуки, и вот здесь можно включить тиканье. Они не постоянно тикают, только когда включен циферблат с секундой стрелкой, и, в принципе, надо прислушаться, чтобы услышать это мягкое тиканье. Но на самом деле очень кайфовая штука. Также я напомню, что у нас теперь сбоку есть три клавиши. Верхняя клавиша — это «Домой», нижняя клавиша — это «Назад», а по центру появилась клавиша, которую вы можете переназначать. И по умолчанию здесь установлены спортивные мероприятия. Нажимаете и заходите в режим тренировок. И здесь нас ждет еще одно нововведение, которое компания Samsung достаточно сильно форсила. Это возможность в одну тренировку включить несколько видов занятий. Например, это триатлон, да, то есть у вас, например, бег, плавание и езда на велосипеде. Все это включается в одно упражнение. Но на самом деле это не предел, потому что вы можете сделать свое одно упражнение, в котором будет еще больше различных тренировок. Например, вы можете переместиться в самую правую часть списка. Здесь будет кнопочка «Добавить». Дальше вы создаете сценарий тренировки, и здесь вы можете добавлять упражнения. Причем упражнений вы можете добавлять до 20 штук. То есть у вас будет в одной тренировке до 20 упражнений. Это тоже очень прикольная функция. Но один есть момент, касающийся кнопок, которые компания Samsung не реализовала. Это чтобы вы могли крутить эту самую кнопку, и у вас что-то происходило на экране. Этой функции, к сожалению, нет. А ведь она дает очень такое приятное тактильное ощущение, особенно, когда ты кручишь, и у тебя происходит определенное постукивание. Что есть в Apple Watch, и это не реализовано в Samsung. Ну, видимо, такая была идея. Кстати, я вот сейчас перемещаюсь по меню этих часов, и я забыл вам сказать. Здесь просто великолепная вибрация. Она настолько мощная, что когда у тебя часы находятся на запястье, порой есть ощущение, что тебя просто чуть-чуть бьет током. Настолько они прямо подергивают кожу, и мне это нравится. Понятное дело, что если вам такая сильная вибрация не нравится, ну, заходите в звуки и вибрация, и можете, в принципе, вибрацию поменять на короткую, или просто ее выключить. Также, если вы зайдете в раздел «Системная вибрация», то вы можете поставить галочки у тех моментов, когда надо вибрировать, и когда не надо. Потому что, в принципе, часы вибрируют достаточно часто. Доходите, например, до конца списка, вибрируют. Переходите между менюшками, вибрируют. Происходит запуск, начало тренировки. Опять происходит достаточно сильная вибрация. Мне вибрация нравится. И ведь я не сказал, на самом деле, у всех трех кнопок можно менять функционал. То есть, вы можете зайти в настройку кнопки и жесты, и именно здесь, на каждую кнопку, на верхнюю, и на нижнюю, и на центральную, назначить свое другое действие, отличное от того, что было заложено системой. Здесь же можно включить вот эти жесты, которые я вам показывал. Это щипок, либо постукивание, либо крутить вокруг своей оси. Что касается аккумулятора. Ну, конечно же, мы ждали, что самсунговские часы будут работать дольше. На презентации нам сказали, что до 100 часов в режиме энергосбережения, это важный момент, часы смогут работать. Но вот в режиме энергосбережения я пока еще не пользовался этими часами. А что могу сказать по активному использованию? Если у вас включен Always-On Display, то, к сожалению, два дня они не вытягивают. Под вечер второго дня, это примерно 40 часов, часы все-таки говорят, привет, я хочу, чтобы ты меня подзарядил. Это когда у нас включен Always-On Display. Если мы Always-On Display выключаем, то у нас часы работают уверенные два дня. На третий день они все равно доживают с трудом. Очевидно, что если вы еще будете включать какие-то активные тренировки, активно будете использовать GPS, слушать музыку и так далее, то, естественно, время автономной работы часов изменится. Поэтому в целом вы можете рассчитывать на два дня активной работы, но без Always-On Display. Будет включен Always-On Display, соответственно, меньше двух дней. Тут можно сказать, что особо какого-то прогресса нет. Но если включить энергосбережения, то вполне возможно, они протянуты подольше. Я этот момент обязательно протестирую. И, например, когда буду записывать опыт использования этих часов, либо когда будем сравнивать с ультрами от Apple, я расскажу, сколько же на самом деле часики работают в режиме энергосбережения. Ну а вообще в плане тренировок у меня никаких вопросов. Часы очень быстро находят GPS, часы очень быстро откликаются и запускается тренировочный процесс. Опять же, насколько точно они измеряют количество шагов, насколько точно они измеряют пульс, это можно выяснить, когда мы будем сравнивать либо с гарминами, либо с какими-нибудь Apple Watch, либо можно прикрепить нательный измеритель и сравнить. Но точно могу сказать, что часы в большинстве слоем все необходимые показатели измеряют достаточно точно. Насколько удобно по часам разговаривать? Ну, я уже много раз говорил, что это комфортно, когда тебе кто-то звонит, у тебя руки заняты, и ты берешь, отвечаешь, тем более, что у нас теперь появился щипок, и разговариваешь по часам. Хорошо слышно тебя, и ты тоже хорошо слышишь собеседника. Вообще, в плане динамика, опять же, вопросов никаких нету, и входящие звонки хорошо слышны, и голос говорящего человека тоже. Кстати, знаете, что интересно? Я потом раньше не думал, этим не занимался, а ведь если вы запустите браузер, то вы можете запустить и ютубчик. А так как у нас ютуб, к сожалению, очень сильно в последнее время замедляют, то при помощи часов вы можете смотреть ютуб без замедления. Что еще прикольно, когда ты запускаешь ютуб, у тебя открывается клавиатура, ну и в принципе у тебя открывается клавиатура, при помощи которой ты можешь достаточно быстро вводить информацию, адреса. Тут также работает набор свайпами, и, конечно же, работает голосовой ввод. Вот, можно смотреть ролики на ютуб. Кстати, не сказал это, а вот сейчас нажал два раза на верхнюю кнопку и включил режим назначенности. У вас есть, видите, варианты, чтобы вы могли два раза нажимать на кнопки, и это еще дополнительное действие. Вообще, если вы будете подключать ваши часы к другим Android-устройствам, то вас заставят скачать целых три приложения, для того, чтобы часы нормально работали. В целом, в этом проблемы никакой нету, но проблема в том, что эти часы с айфонами работать не будут. Хотя, с другой стороны, например, часы от компании Huawei отлично работают с айфонами. Но есть какая-то проблема между Samsung и Apple, поэтому эти часы не работают. Apple Watch вообще ни с какими Android-устройствами не работают. Эти часы работают с другими Android-устройствами, а с Apple не работают. В целом, можно точно сказать, что это одни из самых крутых часов, которые можно использовать с Android-девайсами. Есть ведь люди, которые очень сильно зациклены на том, чтобы вещи говорили о вашем достатке. И поэтому мужики особенно, да, они любят покупать дорогие часы, любят покупать дорогие тачки и так далее. Понятное дело, что абсолютно не все. Есть очень богатые люди, которые ходят с Mi Band'ами и вообще на эту тему не парятся, а есть те, которые хотят показать всем, что у тебя крутые Galaxy Watch Ultra. Понятное дело, что на самом деле, отличие этих часов от седьмой версии, либо от шестой, оно не очень большое. Буквально вот минимально на самом деле. Основное отличие это то, что это титановый корпус, это сапировое стекло, и это просто дорогие часы от компании Samsung. Очень интересно узнать, друзья, что вы думаете по поводу Galaxy Watch Ultra в сравнении с Apple Watch Ultra. Очень интересно узнать, хотели бы вы приобрести эти часы, или вы думаете, что вам такое совершенно не нужно. Напишите в комментариях, а от себя говорю большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что впереди у меня и опыт использования этих часов, и рассказ про Galaxy Buds 3 обычный, потому что про прошки и затычки я уже рассказывал. У меня на канале есть это видео. У меня впереди большой опыт использования Galaxy Z Fold 6, и вообще много всего интересного. Так что обязательно подписывайтесь на канал, и не пропускайте. На этом всем большое спасибо, берегите себя и своих близких, всем счастливы, пока! Субтитры сделал DimaTorzok